Всем привет, друзья, меня зовут Павлик, и сегодня я бы хотел с вами поговорить на одну очень важную тему. Как из-за раздолбайства командиров Шойгу, Путина, наши ребята русские гибнут на линии фронта без огневой поддержки, без продовольствия, без всего этого, и стоит ли их жалеть. Если кто-то еще о чем-то договаривается, да у нас военное время, вы обзывайте эту фигню как хотите, у нас пацаны ложатся тут сотнями, понимаете? Это не просто пацаны, это лучшие из моего народа, из народов России, это их поколение, это их внуки, правнуки, им уже не быть, понимаете? И, ну, я не знаю, молчать об этом, ну как? Мне говорят, ты понимаешь, там большая политика, нет, я не хочу понимать, я не хочу понимать ни про какую политику, я видел пацана, а его сегодня нет. Потому что ему было недостаточно артиллерийской поддержки. По всему фронту мы пытаемся реально нападать, команда нападать, мы нападаем, да, мы атакуем без огневой поддержки. Это у нас что там, с металлом что ли плохо? С металлургами, с чем плохо? Кто подскажет? Как это вообще возможно? Как возможно такое ограничение? Надо просто понимать, это не просто ограничение. Конечно, мы ограничили, потому что мы шмаляли без нормальной воздушной разведки, потому что, потому что, потому что, потому что кто-то ее недопридумал. Итак, много в последнее время, да и не в последнее время, появляется видео мобилизованных, там, или не мобилизованных, или, там, других солдат с войны, да, на территории Украины, о том, что вот, наши ребята там погибают, а вот эти генералы жируют, там, и вот наши бы ребята не погибли, если бы там у них была огневая поддержка, лучшее оружие, там, какие-то дроны, там, ну, или прочие детали, в общем, военные. И вот говорят, что во всем эти виноваты, что мы бы давно победили там кого-то, если бы, если бы не раздолбайство этих самых Шойгу, генералов, Путиных и так далее. Так вот, это все вызывает, как бы, к жалости к этим самым ребятам, да, так называемым, как они их называют, которые там гибнут, и вызывает, соответственно, ненависть, что ли, презрение к этим самым генералам, командирам, по чьей вине, собственно, там, они умерли, да, потому что, как, наши, наши русские, вот, узкие. Значит, ребята, которые там померли и могли бы не помереть. Но тут упускается тот факт, очень важный, да, что командиры, Путин, там, кто-то еще, да, не виноват в том, что эти ребята там оказались. Виноваты эти сами ребята, потому что у них не хватило мозгов не идти в чужую страну, убивать людей и захватывать территории. Или не хватило мозгов, проанализировая всю ту пропаганду и дичь, которую им втирают из телевизора про нацистов, там, биолаборатории и прочее, чтобы понять, что это полная фигня. А вот вторая часть этого балета, да, собственно, вызывание ненависти к власти мущим, к генералам, к Путину, это, в принципе, вещь неплохая. Но только она упирается в то, что настолько зомбировано население в России, что они все равно не смогут провести эти параллели. Они не смогут идентифицировать, ну, как бы, именно фокус своей ненависти на конкретных людях. Они скажут, это не Путин, царь хороший, бояре плохие. Или они скажут, вот, эта война так всегда бывает. Ну, короче, в общем, ни к чему это в итоге не приведет. Поэтому весь этот плач, хныч, это уже все поколениями избито с Афгана, потом в Чечню влезли, потом Грузия, потом все это, потом опять Украина. И все это не приводит ни к чему. Запоминаем алгоритм действий и мыслей, да, правильного мышления, да. Если неправильно, или кто-то сомневается, или кто-то поддерживает, пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу. Значит, эти самые ребята, которые идут туда воевать, убивать людей в чужую страну. На Россию никто не нападал. Давайте вот, ну, прямо это скажем. И никто бы не напал, да, и никто не собирался нападать. Потому что никому это не надо, никому не нужна Россия, никому не нужна война с Россией. Именно поэтому и сейчас вот идет все это очень тяжело, да, вот поставки этих вооружений в Украину сейчас новых, да. Потому что никто не хочет войны с Россией, потому что никто не хочет, чтобы их конкретные солдаты там умирали. Никто не хочет спровоцировать какой-то ядерный конфликт. В общем, с вами сисюкаются и как вот маленьким детям пытаются просто сказать, уйдите из чужой песочницы, пожалуйста. Так вот, о чем я говорю. О том, что эти самые ребята, которых так героизируют и которые якобы напрасно померли, они померли действительно напрасно. Но решение о том, что они помрут, принимают они сами. Никто их не заставлял туда идти. Никакую родину они там не защищают. Потому что, опять же, на их родину никто не нападал. Невозможно защищать родину, если на нее никто не нападает. От чего ее защищать-то? Ну, кстати, как? Могли бы от Путина защитить. Но, видите, если у них мозгов не хватило, чтобы не пойти воевать в чужую страну, ну, как у них могло хватить мозгов там защищать родину от Путина? Ну, да, это ж нужно еще более, как бы, чуть-чуть лучше вести мыслительный процесс. Так вот, я думаю, что жалеть их вообще не стоит. И, наоборот, их стоит подвергать презрению. И следующим поколениям россиян, когда весь этот ужас, да, и безумие закончится, надо будет объяснять, что если ты пошел в чужую страну убивать людей под российской формой и российским флагом, да, на шевроне, то ты оккупант, а не герой. То есть, то, что ты напялил форму и готов там помереть неизвестно за что в чужой стране, натворив кучу злодеяний, это вообще не делает тебя героем и не делает это никаким хорошим поступком. И это надо объяснять людям. Вот, например, по моему воспитанию, да, я из России, вот, я помню все эти фильмы, на которых там мы воспитывались, мы росли, военные фильмы, там, 9 мая, 23 февраля, вот это вот все, да, там вообще не было разграничения того, что ты пошел там вырезал, сжег какую-то там деревню, да, село, и ты пошел реально кого-то защитил. То есть, это типа одно и то же считалось в российской культуре, в российском кинематографе. Но на самом деле это не так. И чем скорее вы это поймете, и те, кто, может быть, меня сейчас смотрят, мобики, да, кого, кому пришла повестка, что надо делать? Бежать! Если вы скажете, а меня посадят в тюрьму. Да лучше сесть в тюрьму. Я бы, вот, я бы, я бы, вы думаете, да, вот ко мне пришли бы, сказали, давайте, либо там в военкомат, там, либо в тюрьму. Я бы сказал, где тюрьма, где, 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 что на ужин там? Да, нафига мне туда идти, сдохнуть, как, ну, грубо говоря, мягко говоря, не в почете, да, на стороне, как бы, упырей, на стороне зла. Зачем мне там, ну, идти туда умирать, еще кого-то убивать? Я лучше отсижу. К тому же, если посмотреть статистику по срокам, которые дают кадровым военным, которые отказались идти туда воевать, то максимум сроки, которые они получили, это два года условно на сегодняшний момент. Поэтому не надо рассказывать про то, что там, если ты откажешься воевать, ну, правда, там, с ЧВК Вагнера, и если ты отказался на линии фронта, там другая штука, потому что там же все-таки, ну, уже нет закона, да, там просто могут и расстрелять, и убить, но лучше, короче, туда не попадать. Вот. Если вы поддерживаете такую политику, ставьте лайк, распространите это видео и пишите комментарии. Если вы не поддерживаете, ставьте там, что хотите, там, хотите, не знаю, там, сдайте меня ФСБ, они меня там, наверное, должны знать, и, ну, тоже пишите комментарии, что поделать. Ну, ватные комментарии тоже комментарии. Все, всем удачи, всем пока, слава Украине, и чтоб Путин, ну, того, короче. Субтитры сделал DimaTorzok